Я сейчас хочу поделиться, наверное, какой-то своей болью, которая произошла буквально за последний раз со мной три раза, за последний месяц со мной три раза. Мы готовили подряд три очень большие, очень серьезные свадьбы. Очень много занимались, писали сценарии, подбирали всех специалистов. Но так получилось, что на этапе, когда молодожены пришли ко мне как к организатору, вариант утро невесты, образ невесты уже были выбраны. И повлиять, ну, как-то я на это не могла. И вообще никогда не могу навязывать, потому что это просто некрасиво, неправильно. Ну, в общем-то, что было на этих свадьбах, одна из невест просто была испорченная свадьба фактически совсем. Потому что то, что с ней сотворили мастера, было настолько для нее шоком. И весь последующий день, да, ей исправили прическу. Она приехала в студию Елены Зотовой. Ей просто, наверное, повезло, потому что здесь была запланирована ее фотосессия. И здесь ее поправили, просто привели в очень красивый вид. Но нервы взяли свое, и свадьба просто шла не так, как она должна была идти до самого момента. Следующая свадьба, то же самое, просто невеста, которая смотрит на себя в зеркало и говорит, о, ужас, но благо у этой невесты были стальные нервы. Она взяла себя в руки и тактично попросила ей просто это все исправить. Железным тоном, холодным. Свадьба прошла нормально. И последняя свадьба, мы к ней готовились, наверное, месяца два или три, очень долго. Это были наши друзья. И когда мы увидели просто нашу Лилю в день свадьбы, была свадьба в стиле Золушка. И мы ожидали, что сейчас утро невесты закончится. И вот к нам выйдет Лиля, красавица, принцесса, Золушка, нежная, с красивой прической, с очаровательным, милым макияжем. И к нам вышла Лиля с очень агрессивной прической, которая, мало того, просто через час развалилась. Я думаю, что со своей свадьбой Лиля не увидит ни одной фотографии, которая бы и правда ей очень понравилась. Девочки, красавицы, пожалуйста, не доверяйте свой образ мастерам, которые не являются мастерами свадебных причесок. Когда мы разбирали каждую из этих ситуаций, а почему она произошла? Где-то потому, что так посоветовали близкие родственники. Где-то потому, что это мой мастер, который меня укладывает, когда я хожу на банкет, когда я хожу к кому-то на свадьбу. Но это не мастера свадебных причесок. Это совсем другая история. Это совсем другая техника. Это совсем другая косметика. Дорогие женихи и невесты, ведь это ваш праздник. Ведь очень глупо в этот день сэкономить на себе тысячу или две тысячи рублей и просто весь день пустить коту под хвост. Ну, просто любите себя, думайте о себе и заботитесь о себе. И будьте красивыми. Продолжение следует...